Боевики обстреливают мирных жителей на Донбассе. Минувшей ночью досталось Марьинке. Пожилым кварталом били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В этот раз обошлось без жертв, продолжит Ирина Баглай. Количество вражеских обстрелов и их длительность несколько уменьшились, подтверждают наши военные в Песках. Но перемирия все нет. Противник сменил тактику. Теперь бьет одиночными и неожиданно. Самые тяжелые тут летают рады партизаны. Работают также по нам мины. А сейчас очень интересно делают. Они с РПГ скручивают, накручивают мины. То есть на небольшое расстояние просто с РПГ валят минами. И довольно-таки прицельно действительно бьют. Уже три года на войне боец с позывным «Шахта». Выбрал его не случайно в мирное время. Десять лет добывал уголь. Боевые товарищи шутят в вод, где действительно настоящие шахтеры. И защищают свою страну от врага. Меня, допустим, дома никто не понимает. Что я здесь делаю? Думают некоторые. Там, за деньги я пошел воевать. Или мне чего-то не хватает, которым дреналилина. Нет. И даже маленькая единица, мне кажется, способна что-то поменять. По ту сторону линии фронта противник поделил территорию. Ближе к украинским окопам в захваченном селе Жабуньки местные боевики. Они все больше роют окопы. Огонь же ведут хаотично, чаще по ночам. Трассеры. Расстреливают они. А как это начинается? По несколько раз в ночи. А вот ближе к окраине Донецка больше промышленных объектов. Есть где укрыться. Там уже боевые группировки хорошо оснащенных военных спецов. Своими действиями, слаженностью и точностью выдают подготовленных кадровых российских военных. Там уже стоят ребята посерьезнее. Во-первых, они оснащены в разы лучшей техникой. У них есть и бэхи двойки, и бэхи копейки, и танки есть. Ведут себя достаточно трусливо, как воины, но слаженнее, как армия. У них две бэхи двойки работают как единый организм. Ту-ту-тух, 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 ту-ту-тух. И геть без паузы, одинаковые постоянно, нету профтыков и тому подобное. Бэхи давние, правда, потому что иногда выходят из строя. Но экипажи опытные. Еще одна демонстрация, как боевики соблюдают хлебное перемирие в селе Пески. Снаряд, не разорвавшийся, даже с маркировкой 30-мм, разрешенного минскими договоренностями, калибра. Но выпущенные с десяток таких снарядов из автоматической пушки разбирают здание за 15 минут. Закопаться, перегруппироваться, подтянуть силы. Так паузу в боях используют боевики, пока наши солдаты неукоснительно придерживаются объявленного перемирия. А вот для украинских пехотинцев малейшие попытки провести инженерные работы сродни спецоперации. Только замечают движение, мешковели, людей обстреливают то АГСом, то прострелы с пулеметом.